Второй год подряд столица Эстонии проводит месячник экологичной мобильности, сохраняя звание «зеленой столицы». Всего в течение сентября должно пройти 30 различных мероприятий, в которых задействованы различные организации энтузиасты чистого транспорта. По словам вице-мэра Таллина Арвусара, в основном планируемые мероприятия касаются передвижения людей способами, оказывающими минимально вредное воздействие на природу. К таковым относятся, разумеется, ходьба, бег, езда на велосипеде, но также и общественный транспорт. Ведь, пересаживаясь на него и оставляя личный автомобиль, люди таким образом сокращают выброс выхлопных газов в атмосферу. Торжественное открытие месячника состоялось на церемонии старта Таллинского марафона 7 сентября на площади Вабадуза. Ведь бегуны передвигались самым экологичным способом. В дни марафона 7 и 8 сентября правом бесплатного проезда в общественном транспорте могли воспользоваться все обладатели водительских удостоверений. Это по замыслу инициаторов должно снизить загруженность улиц города индивидуальным моторным транспортом. Аналогичная ситуация планируется и в эту неделю, с 16 по 22 сентября во время Европейской недели мобильности. В рамках этой недели наш город проводит такую интересную акцию, которая направлена на то, чтобы опять же сделать более популярным наш общественный транспорт. С понедельника, 16 числа и до 22 сентября все владельцы автомобилей, независимо от того, где они проживают, также и вне Таллина, имеют право ездить в городском транспорте бесплатно по предъявлению водительских прав. Поэтому мы надеемся, что жители окрестных властей, например, которые сейчас также устраивают пробки на улицах Таллина, они попробуют наш городской транспорт, что значит бесплатно, и подействуют на своих властных руководителей, чтобы они наконец договорились с Таллином и также включились в эту систему. Но самое главное, в течение этой недели мы еще раз хотим обратить внимание людей на то, что двигаться без машин – это полезно не только для окружающей среды, но и для собственного здоровья. Однако главным днем недели станет 22 сентября, когда проводится Международный день без автомобиля, который начнется в Таллине в 11 часов. Он проводится с 2000 года, и в этот раз к акции присоединились 2000 городов в 40 странах мира. В этот день города организовывают различные семинары и конференции, представления, велосипедные соревнования и катания на роликовых коньках. Организаторы в этот день призывают оставить автомобиль дома, пройтись на работу пешком, прокатиться на велосипеде, насладиться свежим воздухом и общением с другими людьми. Таллин предложит горожанам бесплатную проверку здоровья, и в числе других интересных программ, которые состоятся в Таллинском районе Нымме, предлагает принять участие в экскурсии на Рахумяйское кладбище или велосипедной прогулке на Пяскуловское болото. Звучит довольно зловеще, но на самом деле, по словам городских чиновников, это одно из самых увлекательных мероприятий, которые не создают мрачного настроя, а, напротив, способствуют как расширению кругозора, так и повышению уровня кислорода в организме. Ведь там точно не проезжала еще ни одна машина. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...